Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Выступление президента Западной Армении Арменака Абрамяна в память о Габриэле Даути. В Ереване стартовало первое заседание новоизбранного парламента Армении. Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Париже 16 января. В случае нападения на сирийских курдов мы экономически уничтожим Турцию. Трамп. Ситуация в Сирии. Начались съемки документального фильма о селе Каймак. О Коре. Село в Западной Армении в Айрорадской области в районе Масе Ацотен. Мы представляем полное видео похоронной процессии Габриэля Даута от церкви до кладбища, записанное на улицах его города, который он любил и пал на поле битвы. Габриэль Даут был одним из добровольцев военной академии Западной Армении, героически сражавшийся в уличных боях в Камышлы, защищая армянские и сирийские районы города. Убит в столкновениях с Асаиш. На одной из центральных улиц Камышлы была открыта памятная доска, посвященная бойцу. Президент Западной Армении Арменак Абрамян вручил родителям отважного солдата посмертные государственные награды. Габриэль пал во время защиты древних народов Сирии и Западной Армении. Мы живем для него, потому что он жил и погиб ради нас. Покойся с миром. Президент Западной Армении Арменак Абрамян. Новое национальное собрание Армении 7-го созыва, сформированное в результате внеочередных парламентских выборов, прошедшие 9 декабря прошлого года, начало свою первую сессию. Согласно Конституционному закону о регламенте национального собрания, заседание нового парламента до избрания его спикера проводит самый старший по возрасту депутат. Им является председатель курдской общины князь Гасанов, которому 74 года. Право на выступление в связи с открытием первой сессии имеют президент Армении и католикоз всех армян. После слов приветствия депутаты произнесли слова клятвы. Указом президента Армении Армена Саркисяна от 14 января Никол Пашинян назначен премьер-министром. Указ подписан на основании части 1 статьи 149 Конституции. Напомним, что в соответствии с этой статьей премьер-министр не избирается парламентом, а назначается президентом. 16 января в Париже при посредничестве и с участием сопредседателя Минской группы ОБСЕ состоится встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Зограба Манацаканяна и главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедьярова, сообщает пресс-служба МИД Армении. Последняя встреча Манацаканян-Мамедьяров состоялась 5 декабря 2018 года в Милане. После встречи МИД Армении заявил, что состоялся полезный обмен мнениями. Зограба Манацаканян и Эльмар Мамедьяров договорились в ближайшее время продолжить встречу, сохраняя сформировавшуюся динамику, говорится в сообщении. Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов, передает ТАСС. «Мы разорим Турцию в том случае, если они атакуют курдов», – написал глава Белого дома в воскресенье в Твиттер. Он обратил внимание на то, что курды, в свою очередь, не должны провоцировать Турцию. Трамп отметил, что необходимо создать буферную зону в 20 миль, около 32 километров. Новый спецпослание к Организации Объединенных Наций по Сирии Гейер Педерсон, который приступил к своим обязанностям 7 января, в скором времени нанесет визит в Дамаск, сообщили представители МИД Арабской Республики. Изменится ли отношение руководства ООН к конфликту в Сирийской Арабской Республике с приходом другого сотрудника на смену Стефана де Мистури? Помощник министра иностранных дел Сирии Айман Сусан передал, что официальный Дамаск изначально поддержал назначение Педерсона и в ходе его грядущего визита готов подтвердить свое желание сотрудничать. Он также добавил, что законное правительство Арабской Республики рассчитывает на то, что новый спецпосланник будет уважать независимость и суверенитет Сирийской Арабской Республики и добьется больших успехов в своей новой должности, нежели его предшественники. Ранее в МИД Сирии заявили, что Дамаск ведет переговоры с курдами на северо-востоке республики на фоне угроз Анкары начать военную операцию против курдов в Сирийской Арабской Республике. В Министерстве иностранных дел Сирии отметили, что диалог с курдами носит конструктивный характер. Эрдем Джирик и Хусейн Кылыч начали съемку документального фильма про оливийское село Каймак. Эрдем Джирик добавил, что природная красота деревни, история, интервью с жителями деревни и архивные видео войдут в документальный фильм о деревне. Он отметил, что через фильм они хотят рассказать будущим поколениям об истории деревни. Съемки в настоящее время продолжатся. Ожидается, что фильм будет готов в середине 2019 года. Село было разрушено землетрясением 2 июля 1840 года, которое унесло жизни около 2000 жителей села и полностью разрушило монастырь Святого Иакова. Сукиаси и Прикян из члена Махитарианской конгрегации в Венеции отмечают, что всего 121 человек спаслись. В 1829 году Фридрик Парот и Хачатура Бувян совершили восхождение на Арарат из этой деревни. Село впервые упоминается в V веке армянским историком Газаром Парпети. Армянский царь Артаваст I, II век до н.э. случайно упал на глубокое ущелье возле села во время охоты по этим местам. В 702 году армяне восстали против арабов и победили их возле этого села. Акури считается религиозным и административным центром в средние века. До разрушительного землетрясения 1840 года в селе было зарегистрировано 300 домов, из которых 200 были армянскими. Село также имело две школы. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Катольма Иркинг. Катольма Иркинг. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Катольма Иркинг. Продолжение следует...